Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 24 главу. Авраам был уже старый в летах преклонных. Господь богословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что было у него. Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сына моему Исааку, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему и возьмешь оттуда жену сына моему Исааку. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел. Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря тебе и потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою в землю сию, ты будешь в свободе над всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил раб, руку свою подстегнул Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Мы видим, что наступает время женить Исаака, и тут возникают два варианта, которые Авраам отвергает. Первый вариант — это найти жену из каких-то местных девушек ханаанских. И этот вариант неприемлем. Почему? Он ведет к ассимиляции. Он ведет к тому, что Исаак становится просто одним из этих местных жителей. Он с ними породнился, их дети уже становятся местными, как это обычно бывает, например, в семьях иммигрантов. То есть человек уехал из России в какую-то другую страну. Вот было много иммигрантов в XX веке. И если они вступают в смешанные браки, то дети уже говорят на местном языке, они уже осознают себя местными жителями, они уже полностью ассимилировались, а внуки уже могут носить русскую фамилию, но они являются уже, скажем, французами русского происхождения. Они уже говорят исключительно по-французски, и они уже полностью принадлежат к вот этой новой культуре, среди которой они живут. И смешанные браки, они очень быстро приводят к ассимиляции. И Авраам этого не хочет. Авраам понимает, что вот это обетование о множестве, как песок морской потомков, оно дано ему не для того, чтобы он его утратил, чтобы его потомки просто растворились среди других народов. Есть другой вариант. Это вернуть Исаака в землю, откуда Авраам вышел. Но это значило бы тоже работать против Божьего обетования, поскольку Бог пообещал Аврааму не только потомков, он пообещал ему, что эта земля будет ему принадлежать. И поэтому Авраам посылает слугу, который по имени не назван, по одной очень важной причине, о которой мы сейчас скажем, он посылает этого слугу для того, чтобы взять жену и привезти ее здесь, сюда, в эту землю. Слуга не назван по имени для того, чтобы наше внимание концентрировалось не на нем, а на таинственном Божьем промысле, который действует во всей этой истории, как мы сейчас увидим. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Вот что интересно. Мы привыкли, что слово раб означает кого-то, с кем обращаются чрезвычайно дурно, кого-то, кого бессовестно эксплуатируют, истязают, обижают, не кормят, с кем обходятся как с вещью, а не как с человеком. И раб, естественно, ненавидит своего хозяина, мечтает против него восстать, но не может. И здесь мы видим, как раб Авраама взял десять верблюдов и всяких сокровищ и пошел исполнять его поручения. И никто его не сторожит, никто за ним не гонится. И для раба, казалось бы, как мы привыкли воспринимать слово раб, было бы естественно просто убежать со всеми этими верблюдами и сокровищами и начать свободную жизнь уже и при деньгах, и на свободе, и все вроде бы в порядке. Но раб этого не делает. Авраам ему доверяет, и Авраам не обманывается в этом доверии. Раб выполняет его поручения честно и добросовестно. И вот в Библии, когда говорится о том, что какой-то человек раб, это имеет несколько другой оттенок, чем то, как мы привыкли использовать слово раб, и он не имеет такого уничижительного оттенка, как в современном русском языке. Поэтому, когда мы говорим, что мы рабы Божии, это иногда людей смущает. Как же так называть себя рабами? В библейском смысле, конечно, мы являемся рабами. Мы являемся рабами, подобно тому, как этот человек является рабом Авраама, и он любит Авраама, он чтит Авраама, и он тщательно исполняет его поручения. Ему в голову не приходит обмануть своего господина и скрыться с его сокровищами. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодези воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. И вот он оказывается в незнакомом чужом городе, где он никого не знает, и как он может найти в этом городе жену для Исаака. Объявление подать, или что, как вообще, это достаточно сложно и непонятно как. Но этому слуге ему понятно как обратиться к Богу. И он просит Бога, чтобы Бог привел супругу для Исаака. И он даже говорит, как я ее узнаю, вот как это произойдет. Еще не перестал он говорить в уме своем, вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына мелки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне спить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока и напьются все. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезю, почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая разуметь, богословил ли Господь путь его или нет. И вот происходит это удивительное событие. Молитва осуществляется в точности. Мы видим, как эта добрая и приветливая девушка не только дает воды этому слуге, но и приносит воду для его верблюдов. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серегу весом в полсикля, два запястья на руки и весом в десять сиклей золота. И спросил ее и сказал, чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам на ночь? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына мелки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму и есть место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал, благословен Господь, Бог Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью свою и истиной своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику. И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки и сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал ему, войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек. Лаван расседла верблюдов и дал соломы и кормы верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу, дело своего. Мы видим, как божественный промысел действует в жизни Исаака и Ревеки и как этот божественный промысел уготовляет их брак. Мы видим, как Лаван приветливо встречает слугу Авраама и приготовляет ему пищу, но он говорит, не стану есть, доколе не скажу, дело своего. Мы еще раз видим обязательность этого человека, что он ищет, прежде всего, исполнить то поручение, которое на него возложил господин. И сказали, говори. Он сказал, я раб Авраамов. Господь весьма богословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери в жены сыну моему из дочерей Хананею, в земле которых я живу. А пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь оттуда жену сыну моему. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною. Он сказал мне, Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего, и Бога устроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. Мы видим, как слуга пересказывает повеление, с которым он был послан, и еще раз выражает веру в Бога, который пошлет ангела и все богоустроит. Здесь мы видим, как Священное Писание выражает эту веру в промысел Божий, который действует в человеческой жизни и устрояет все, как надо, все, как должно быть. И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты богоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу своему Исааку, посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и причерпнула воды, и я сказал ей, напои меня, и она тотчас спустила с себя кувшин свою на руку свою, и сказала, пей, верблюдов твоих я напою, и я пил, и верблюдов моих она напоила, я спросил ее и сказал, чья ты дочь, скажи мне, она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка, и дал я серьги ей, и запястья на руки ее, и преклонился и поклонился Господу, и богословил Господа, Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата, господина моего, за сына его, и ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет, скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечали Лаван, и Вафуила, сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго, вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сына господина до земли и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревекке также брату ее и матери дал богатые подарки и ели и пили они люди бывшие с ним и переночевали когда же встали поутру то он сказал отпустите меня и я пойду господину моему но брат ее и мать ее сказали пусть побудет с нами девица дней хотя десять потом пойдешь он сказал не удерживайте меня ибо господь богоустроил путь мой отпустите меня и я пойду господину моему они сказали призовем девицу и спросим что она скажет и призвали Ревекку и сказали пойдешь ли с этим человеком она сказала пойду и отпустили Ревекку сестру свою и кормили ее и раба Авраамова и людей его и богословили Ревекку и сказали ей сестра наша дородятся от тебя тысячи тысяч и довладеет потомство твое жилищами врагов твоих и встала Ревека и служанки ее и сели на верблюдов и поехали за тем человеком и раб взял Ревекку и пошел мы видим как родные Ревекки преподают ей богословение и в этом богословении они также предвещают ей многочисленное потомство это многочисленное потомство действительно будет это потомки которые обещаны Аврааму это будут потомки от брака Исаака и Ревекки а Исаак пришел из Бер-Вахай-Руи и божил он в земле полуденной при наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел вот идут верблюды Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказал рабу кто этот человек который идет по полю навстречу нам раб сказал это господин мой и она взяла покрывало и покрылась раб же сказал Исааку все что сделал и вел Исаак в шатер Сары матери своей и взял Ревекку и она сделалась ему женою и он возлюбил ее и утешился Исаак в печали по Саре матери своей мы видим здесь как Бог устрояет этот брак сверхъестественным образом Бог устраивает все встречи всю дорогу Бог делает так чтобы Авраам получил во себя во жены для своего сына именно Ревекку и это показывает нам что Божий промысел действует не только в истории Исаака и Ревекки Божий промысел действует в нашей жизни вообще но мы видим также и благочестие раба Авраама который молится Богу который постоянно призывает имя Божие который ищет Божьего водительства то есть промысел Божий он действует через молитву через благочестие через послушание и усердие этого безвестного который не назван по имени раба Авраама мы с вами прочитали 24 главу книги Бытия мы читаем священное описание в рамках библейского портала Экзегет Ру Редактор субтитров